долгожданная рубрика чё там в киби а в киби новинка новинка от братьев асканели давайте нальем да продолжим разговор какие у вас появляются ассоциации в голове когда вы слышите асканели бразерс напишите пожалуйста в комментариях а я скажу как и у меня это химикал бразерс это просто бразерс но я не очень люблю эту студию хотя на свадьбах современные девчонки все знают кто такой лысый из брата хотя такая скользкая тема давайте коньяку вернемся купил я его в киби как вы уже поняли за 999 рублей и был стрим я кстати если кто не знает виду стримы и я очень сурово отношусь к тем людям которые их пропускают эти стримы да да я не сторонник того чтобы вы пропускали стримы особенно ты в очках на диванчике и без одежды жду тебя на следующем стриме обязательно хватит с этими шуточками давайте серьезно 1000 рублей цена не маленькая в с версия я напомню осканели возраст спиртов от 5 до 19 лет шикарный дизайн прям огонь и на бутылочке имеются выдавленные грани пробка натуральная коробка сама тактильно очень приятно из твердого картона также выдавленные есть элементы в общем и целом это оформление на твердую пятерку с плюсом и когда мы заходим в кип видим на витрине коньяк за 999 рублей шикарном оформлении мы ждем от этого коньяка каких-то особенных вкусов и ароматов возвращаясь к стриму скажу что многие видели мое впечатление от этого коньяка и после того стрима уже прошло две недели по мне так можно уже смело пробовать изменилось что-то в этом коньяке или нет дату розлива тоже обязательно надо сказать это 10 12 22 года крепость 40 градусов место происхождения винограда грузия кахетия год урожая 2016 сорта винограда ркацетели к хаури мцваны целико цоликаури цоликаури ну вроде выговорил с грузинским как и с английским у меня очень тяжело да в принципе со всеми языками у меня сложно кроме в с версии также имелась и в субе версия она уже стоила полторы тысячи рублей но я решил если вот в ска меня обрадует своей органолептикой то и обязательно поеду и прикуплю в субе версию к аромату этого коньяка а точнее давайте с цвета начнем черный крепко заваренный чай у меня было по моему три ну да пальцы правильно показал три коньяка которые я дегустировал от асканели и все они мне не доставили никакого удовольствия в них нет никакой химии в них нету чего-то такого отталкивающего совсем и многие у меня друзья которыми общаюсь любят именно этот бренд хотя для меня это очень простой примитивно дубовый напиток как будет с этим давайте к аромату состав классический поэтому на ножки внимание обращать сильно не будем ароматика асканели в с за время проведенное в бутылке после вскрытия практически ничего не изменилось тот же самый аромат дубовых досок в огромном количестве вариативный дуб можно так сказать много всяких нюансов по поводу этого аромата но сидеть выведывать в нем что-то интересное не хочется помимо вот этого агрессивного дуба во всей своей красе существует еще и бражная нотка ну сивушная назовем ее правильно которая вызывает ну не особо приятные чувства для меня как для самогонщика потому что мастер который отбирал тело для этого коньяка сделал свою работу не совсем качественно а может быть он преследовал именно вот такой букет и аромат этого коньяка можно при желании найти шоколадные тона орех поджаренный сильно ну это скорее всего вот именно вариации вот этого агрессивного дуба какой-то намек на миндальность каких-то фруктовых тонов здесь не слышно скорее всего основная масса спиртов это пятилетний да ну я не думаю что тут много 19-летних будет спиртов и вот ожидая то что такая комбинация ассамбляжа от 5 до 19 мне хотелось услышать каких-нибудь более ярких цветочных тонов фруктовых сухофруктовых но их практически нет наверное можно здесь услышать опять же при большом желании грушевую такую нотку сушки сухофрукта грушевого чтобы правильно быть до конца может даже пригоревший в духовке и я вот сижу сейчас жалуюсь что как бы все скупо но довольно много нашел для вас ароматов это опять же я повторюсь при большом большом желании к не менее важной составляющей коньяка это вкусу давайте за ваше здоровье есть у этого коньяка особенность она была и на стриме видно изначально ну там буквально первые две три секунды после того как коньяк попал в ротовую полость ты немножко удивляешься что после аромата вкус как бы превосходит но спустя эти две три секунды мы представили график по нему поднимается сначала вкус на какую-то определенную высоту потом резко падает происходит какой-то неприятный взрыв во рту от него конечно не вылетает челюсть не разворачивает вам пол головы зачем я это сказал я не знаю но это довольно таки неприятно чувствуется очень агрессивные спирты и есть вот сухофруктовая нотка в самом начале вот именно в 2 3 секундах а потом просто отвратительная неприятная для меня горечь она ассоциируется у меня с шоколадом горчинка шоколадная но с добавлением какой-то горчинки вот а как у полыни примерно такая которая очень навязчиво остается во рту и не позволяет ощущать какого-то другого послевкусия про сивушность этого коньяка я повторюсь она есть в аромате и во вкусе во вкусе ее меньше кстати сивушность при первом вскрытии было гораздо гораздо выше вот наверное что изменилось в этом коньяке немножко выветрилась сивушность горечь и еще наверное можно добавить от сгоревших семечек вот когда вы раскусили перегоревшую семечку давайте еще один все-таки глоток коньякта 1000 рублей стоит и будем выносить окончательное решение по поводу этого подсудимого за ваше здоровье ну существует такое понятие да когда ну не заходят коньяки какого-то производителя тебе вот это тот самый случай мне не заходит он я думаю что найдутся любители этого коньяка однозначно которые скажут что это добротный и скорее всего это будут несколько моих знакомых из моего круга общения это очень примитивный очень простой вкус этим он мне не нравится вы знаете что я люблю горчинку коньяков такую как у новокубанского но это горчинка у новокубанского переплетается с сухофруктовым послевкусием и ну создает такое приятное ощущение какого-то сухофрукта в шоколаде здесь же тона неприятные да есть горький шоколад при желании если его так охарактеризовать но также существует вот это полынь и горечь от семечки перегоревший представьте какие у него конкуренты на рынке это дагестан 13 лет это фанагоре винтаж новая десятка либо анри также дербент каспий можно взять все эти три коньяка которые в мгновение мне пришли в голову они стоят дешевле этого продукта я вам в принципе привел все факты покупать вам его или нет решать только вам я бы лично не стал покупать этот коньяк потому что ничего нового вы не узнаете вы можете купить асканели пятерку обычную за ту самую цену мрц и по сути узнать что из себя представляет асканели ну а потом вдруг вам понравится и вы пойдете за вот этим экземпляром а может быть из-за высокой версии пейте напитки только качественные только в меру до новых встреч пока